Всем привет! Ну что, начинаются наши приключения. Еду в аэропорт встречать моего подписчика. Всем привет! Решил сделать для вас коротенькое видео, так сказать, превьюха о том, что будет в ближайшее время на канале. Видео начнут выходить со следующей недели. Объясняю почему. Потому что у меня сломанный компьютер, он в ремонте. Ну вот как-то так. А на старом я монтировать не могу. Все заедает. То, что вы увидите сейчас, и то, что я смог свести, это маленькая частица того, что вы увидите на канале. Будет огромное количество видео, но я так прикидываю, ну больше десяти. И с озвучкой, с музыкой, все как положено. Давай, давай, садись быстро. Все, сейчас, короче, это... Нормально? Долетел нормально? А-а-а, конечно. Подожди, идем хрен садить, блин. Да. Ничего подписчики... Сейчас за хренячим хрена. Ничего подписчики подарки везут. Хрена повезут. После того, как я забрал Андрюху, мы поехали к Сашке и посадили хрена. Хрен он привез по моему заказу, потому что в Португалии, но хрена нет. Вот мы и рассадили. У Сашки хрена и у меня. Я уезжал, не посадил. У меня в горшке это все дело было. Жена поливала. Они выросли в горшке, эти хреновины. Сегодня буду рассаживать. Так что в Португалии появился хрен официально. Ну, ты пока здесь будешь, то поливай. А после за хрен выпили. Ну, собственно, как и за знакомство. 61 литр, 78 евро. Взбиваем. Так, сейчас засекаем, короче, конкретно, на сколько нам хватит горючки. И вот 490-246 это наши километры. Первая остановка была у нас в Кунебриге. Что такое Кунебрига? Кунебрига это римские поселения. Огромное количество саун. В общем, они там отдыхали. Тот, кто на канале давно, прекрасно знает, что я люблю лазить по заброшкам. И это заброшка. Да, римская заброшка. В буквальном смысле. Это не в официальной части Кунебриги, а отдельно, на частном, на каком-то поле. В общем, мы вломились. Все это вы увидите. Собственно, как и саму Кунебригу. Сходи. Посмотри, если хочешь. Мы здесь тебя ждем. А потом мы поехали в город Пиудау. И это тот случай, когда он случай. Если вы меня поймете правильно. Потому что в этот город мы хотели поехать. Но он стоял в стороне от всех городов. И мы не знали, попадем туда или нет. Но так получилось, что это было самое яркое впечатление от всего, что мы увидели. И его мы вспоминали всю эту поездку. А здесь останавливаться, мне кажется, как раз и не надо. Здесь весь кайф в том, чтобы вот все время идти и новое, новое что-то. Городишко очень, конечно, интересное. Нам всем понравилось. Мы вчера здесь весь вечер провели в этих подворотнях. И были под большим впечатлением. Прямо под большим. Три. В городок мы приехали вечером и пошли сразу же гулять. Гуляли вечер, пока не стемнело. Выспались и с утра до обеда еще раз. Ну и, соответственно, покупались в муниципальном бассейне в горной реке. Парной колодчик. Ой, огромный какой. Не долби, там уж мужики сидят. О, круто. Что, гудит? Гудит. То есть, да, построили дома между стен. И выходит, две стены готовых уже было. Одна и вторая. И осталось сделать сзади и спереди. И крышу. Вообще круче. Да, ну а это уже старая, конечно. Лестница наверх в какую-то башню. Куда собрался? Мне тоже хватит. Подожди. Подожди, не ори. Без мертвецов тоже не обойдется. И пять тысяч скелетов вас ждут впереди. Будет подробный обзор. Это, наверное, они отбелили. Что ты говоришь? Написали, наверное. Ну это вот 1974 год, это ни о чем. Это кто-то, видно, залез или я не знаю, каким образом написал. Нет, нет. А вообще имена писали. Мы зашли в музей Эворы. Это у нас могильные плиты. Первый век. Второй, третий. То, что я люблю лазить по музеям, вы тоже знаете. И будет несколько обзоров их. Эвора. Теперь с Эворой у нас очень много связано. И не как с самим городом, а как с нашими подписчиками, с которыми мы встретились. И с которыми выйдет минимум два-три видео. Я посмотрю, как можно лучше смонтировать. Такой контент вам понравится, поверьте мне. Это не какая-то там пьянка или еще что-то. Там будут гонки по прериям. Будем смотреть сокровища. Будет обзор даже на пистолет. Это у нас бронзовый век, да? Очень много напёрстков. Опа, а это что такое? У нас подожди, где-то я такое видел, что такое оно. Шерлок. А, Шерлок. Как вы думаете? Что это? Дурак у вас. Это кто-то поставил их когда-то. Вот тут есть какие-то с этой стороны. Это рисунки. Хотя я не уверен. Мы увидим с вами древние камни времен Палеолита. Кто-то их когда-то поставил и говорят, что они движутся. Вот он, камень. Надо вас сфотографировать. А да, близко вообще не очень, да? Как-то. Да, вот они. Иерогрф. Давай я буду фотографировать вас теперь. Иди сюда. Буду входить. Отличный дизайн автомобиля. Пуфово, панела. Панела. Писки нами нарисованы. На океане побывали мы в нескольких местах. Это город Виллариал Сан-Антонио и город Албуфейро. Это съемки, сделанные в Виллариал Сан-Антонио. Я люблю цветы, я люблю птиц. И я люблю Португал. Коммунистику. Португальская коммунистическая партия. И вот это. Да. И вот это. И вот это. И здесь живут наши люди. 25 апреля 2016 года. Да, да. И такое было. Люди ходили, а пьяный Цветков лежал и изображал таракана. А люди из ближайшего кафе с удовольствием его фотографировали. Также в Албуфейре мы посетили, наверное, один из самых популярных пляжей. Про какой я потом вам расскажу. На котором было не так много людей. Вода была теплая. И вокруг было очень много интересных англосаксов. Это у нас на англичане такой. На пляж. Это у нас королева. Смотри-ка на королеву. Не пуганые деревенские коты. Добрый. Здорово. С ошейником сидит тут, что-то лежит. Видел, как у него глаз. Красивая. Он домашний будет. Конечно. Пошли. Заброшки мы тоже не пропускали. И по возможности всегда заходили в них. Так мы оказались в одном заброшенном монастыре. Были мы, Волкобаса. Вот могила Генриха Мореплавателя. Вот он. Были мы в баталии. И, конечно же, посетили знаменитый замок тамплиеров. Какая красота. То, что вы сейчас посмотрели, это примерно 30% от общей информации. То есть я не внедрялся в какие-то особенные тонкости вот этого сюжета, этого или другого. Повыхватывал из контекста, называется. Впереди вас ждет много интересного. И многое из того, что вы сейчас не видели. Все будет монтироваться строго, как мы ехали. Но только тогда, когда будет готов мой компьютер. У него, наверное, психологическая травма. От переизбытка информации. Вот он и лечится сейчас в мастерской. Сказали, до конца недели будет готов. Если так, то со следующей недели начнут выходить выпуски. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok